Привет, Настя! Приходи посмотреть, как мы играем! Фу! Вот это я бледного словила! Чё они в эту русколу добавляют? Настя, залетай в наш стрим на вене-весене! Это чё за хаги-ваги? А вы девочек моих не видели? Так вон же они! Саша, Маша, ну куда же вы делись? Я же вам сказала быть дома! У нас постоянно рутуб виснет на планшете, и тик-ток они уж весь промотали. Вот, сказали, будут стримерами и собирают себе аудиторию по всем домам. Бабуля! Что, бабуля, кто опять холодный арбуз ел, а? Весь голос застудили? Ну-ка, живо домой! Так, девочки, вы знаете, что к чужим тётям в дом заваливаться нехорошо? А если я маньяк? Это не готим сценарий. Это не зуммера, это ещё хуже. Это было токсично. Да я ничего такого не сказала. Газлантинг! Ба, я хочу новые скины, а я тогда четыре хочу смотреть. Вот так и мучаюсь. А родители по заграницам. Да. Только избранный может справиться с этим поколением. Избранный прибыл. Пусть я! Ребята, всем хай! И не менее лютый хэллоу. С вами Настюшка Опасность. Экей, Настюшка Доброта. Это геншоу 3.0. Дачный сезон. И у меня в гостях король, легенда Твича Вячеслав Бустер. Аплодисменты. Здорово, пенисы. Вячеслав Леонтьев, он же Бустер, он же полковник Бустеренко. 25 лет. Один из самых популярных и громких русскоязычных стримеров. За 7 лет трансляции на Твиче ни разу не снял фирменную белую повязку. Докричался до самых глухих уголков России и привлёк более 3 миллионов подписчиков. Мечтает стать лицом киберспорта и уже наказал некоторых профессиональных киберспортсменов. Также Бустер есть и в Ютьюбе, где активно делает коллабы с Литвиным, Масленниковым и Кридом. С последним он даже записал самый худший трек. Хотя мы уверены, Крид может хуже. Ребята, всем вам привет. Мы братья Тина Тернеровы. Мы рыбаки, отравились вчера рыбой-повторюшкой. Мы вам очень сильно хотим рассказать о мобильном приложении помощь. В этом мобильном приложении сейчас находится 1917 бабушек и дедушек из 55 городов России. Вы можете им перевезти денежку на продуктовый набор и посмотреть, кто и какую сумму перевёл вместе с вами. Увидеть документы и фото в момент доставки продуктового набора. Помогайте всем людям. Вы нам очень нужны сейчас. Будьте в помощь. Такие времена. Йоу! Славон, у нас тут можно выпить чаёчку. У нас тут самовар, кипяток. Если ты не против, я за тобой поухаживаю. Да, я не против. А пока я за тобой ухаживаю, расскажи, пожалуйста, что для тебя молодость? Слушай, молодость – это запах спермы. На трусах я имею. Ну, когда она старая, то есть, а её нет. Она, может быть, есть, потому что такая рыхлая, полувялая, усопшая, я бы сказал. Молодость для меня – это горящие глаза, зудящий зад. Короче, я не знаю, как обычно. Молодость – это кайф, вообще балдёж просто. Почему полковник Бустеренко и Слава Беброу? От чего зависит? От настроения? Полковник Бустеренко – это серьёзный человек, знаешь, на стримах, который, типа, задаёт, ну, как бы, направление сонсостояния, так сказать. А Слава Беброу – это такой нюхатель жоп. А сегодня ты кто? Прекрасный тост. Люди, инфлюенсеры, которые тебя вдохновляют. Глад Валакс. Я не знаю, кто это, но… Это как диджей Спинерик. Спинерик, да. Диджей Спинерик – это что-то на одном примерно. И Глад Валакс? Нет, Глад Валакс. Слова, которые нельзя говорить на Твиче. Я их должен сейчас сказать? Угу. Но ты же не на Твиче. Но ты запикаешь? Да. Нет, я смотрю, вот если ты будешь партнёром Твиче и скажешь на Ютубе, тебя забанят. Давай я буду говорить первую часть, а ты вторую. Давай. Пи. Нет, ты что? Пингвин. А второе? Спасибо. Да. Ва. Слышь, не борщи, это перебор уже. В принципе, на самом деле, довольно достаточно. Чтобы меня забанили уже завтра. Это правда. Там наш не пойдёт. Приходилось ли тебе как полковнику когда-нибудь примерять костюм полицейского? Приходилось, да. Это на клипе было. Первый клип, где я снимался. А что за клип у кого? Игур Крид, конечно же, да? Не, бойк. Кстати, как она тебе? В плане чего-то секса, типа? Да. Я не знаю. Она сейчас побрилась на лосы. Тут меня вообще возбуждает. Но она это сделала после инстасамки? Или как ты думаешь? Я не слежу за лысинами, бро. Не следишь за? Я не знаю. У меня лично у самого волосы выпадают жёстко. Я скоро тоже облусею. Почему? Стресс? Не знаю. Стримы жёстко утомляют. Да? Ты ещё не спал. Ты вот с кулашки приехал. Я ещё мало сплю. Ты мало спишь. И в толстовке в плюс 50. Это вообще... Они думают, что тоже выпадают из-за этого? Я думаю, что да. То есть у меня сейчас лысая грудь будет. Да, это факт. Кто лучший стример в русскоязычном пространстве? Егор Крит. Это безусловно. Он вообще считает, что Егор Крит лучше везде. Он залез на все платформы. Особенно в плане секса. Спасибо за... Брат. Стойчок. Я всегда говорю, знаешь, что нет ничего зашкварного, чтобы взять, так сказать, пенсл друга в рот. Да. То есть это кентафарский обмен энергией. То есть в этом ничего такого нет. Если ты пригубил у товарища, это ничего не значит. Но это даёт энергию и силу дополнительную. Это просто обмен, коллаборейшн. А как много друзей у тебя таких вот, с которыми ты обмениваешься данной энергией? Не так много. Но Егор в приоритете. Ну, только избранный, да. Я так и знала. Какая самая большая и бесполезная покупка? Дилга. Самый большой донат? 800 тысяч, наверное. Спасибо. Да, тис на чай закинули. Слушай, а подожди. Расскажи мне. Это прям разовая история. А как это вообще? Я примерно представляю, как это работает, но всё равно. То есть как бы сидят люди, которые смотрят, как ты стримишь, и при этом тебе закидывают бабки. Что их вдохновляет? Тебе просто закидывают бабосы. Пожалуйста, я честно скажу, у меня сейчас нет донатов вообще, то есть я их отключил. Люди не тратят деньги на донаты, это хуйня. Ну а почему, расскажи, как это вообще работает? Слушай, ну людям, наверное, хочется, чтобы кто-то обратил внимание. Типа стример, знаешь, там ответил, прочитал сообщение, там послать. Мне нравится ко мне послать. А на что ты потратил эти 800 тысяч? Дилда. Расскажи про свои машины. Ну, Мерседес прям прикольный, мне нравится. Я на нём приехал, кстати, там новая плёночка, я ещё нигде никому не показывал, то есть очень красивый. Вот, а BMW я купил за скины в CS GO. Знаешь, что такое скины? Ну это просто типа обёртки оружия. И там есть, допустим, пистолет. А ты можешь сделать пистолет красным. И красный пистолет стоит денег. А, всё, я поняла. И ты его продаёшь, тебе закидывают бабки, и ты... Блин, это просто гениальный бизнес. Слушай, ну если мы говорим про деньги, а есть вообще у тебя какие-то мысли по поводу заработка вне игровой этой системы? Ну вообще нет. Нет, не забыл, если всё это прикроет, я вам честно скажу. А какое качество больше всего ценишь в своём характере, что ценишь в других людях? Ну из нас бы так, кто тебе этот вопрос задал. Ну в других людях я ценю... Искренность, наверное. Ну это если кроме шуток, знаешь, чтобы... Ну допустим, если я у***, да, ты мне скажешь, я у***. А ты сам искренний? Нет. Это честно. Ну я... Ну не, я может быть чуть-чуть искренний. Ну знаешь, не, ну в пределах разумного. Почему перестал снимать на ютубе? Некоторые чулы писали, типа монетизацию отключили, у***, типа перестал снимать. Слушай, 18 плюс дают. А, ну ты там... Я просто не всё смотрела. Ну это прям жёстко бьёт по морали. Приказ ты ролик записываешь, там тратишь 20 минут из дня, и тебе сносят ролик. А ты материшься, почему в 17 минут? Я не знаю. Ну, не, возможно, я общаюсь про пи*** часто. Да, возможно. Ну они, конечно, за это банят. Да, либо мата много, я не знаю, либо там, ну, движение сношения. Сейчас за мат, кстати, на ютубчике тоже жёстко прикрывают. А на твиче вообще... Я по этому там, я знаешь, я прям отдыхаю по полной. В этом плане твиче это просто божественная платформа. Вот вопрос. Ты был на твиче ещё до того, как это стало мейнстримом. Сейчас хер ва тучи блогеров, естественно, когда закрыли... Рэперы, все, сука, полезли. Все полезли на твиче. Как только стоит записать трек, значит, все говорят, типа, еб***ь, блогеры лезут к нам в рэп, но, сука. Да-да-да, вот к чё ты думаешь по этому поводу? Как к этому относишься? Да пусть аудиторию приводят, круто. Да? Я просто когда была на ВК-фесте, и Амиран там с твиче, и все вот ходят, и вот напрямую всё это снимают, и думаю, чуваки... Ты, кстати, когда начнёшь стримить? Я... у меня была попытка, мы хотели ещё с Лёхой это делать до того, как это стало, ну, ещё, короче, года два назад. Но мы, короче, пришли к компу, такие, йо, я даже заказал себе какой-то такой прикольный наряд, ну, потому что там прикольно, когда визуалка интересная, какой-то паричок, мы хотели на таком каком-то лютом флексе залететь, и мы такие пришли к компу, скачали приложение, и поняли, что там ещё херовую тучу каких-то настроек нужно делать. Да-не, ну там не прям что-то. Мы, короче, такие потыкали, что-то 10 минут посидели, выбрали аватарку, и один раз сказала в сторис, типа, ребята, приходите к нам на твич, да? Заходите на твич. Мы ещё вечером там просто будем разруливать дела. Да, больше мы к этому компьютеру не возвращались. Ну, это реально сложно, честно говоря, потому что, знаешь, вот все, типа, там, мировые звёзды, которые говорят, там, заходите на мой твич, они запускают стримы, и их 2000 человек смотрят. Да-да-да. Мировые звёзды, там, была порча, я не знаю, ты знаешь, была порча? Да-да-да-да-да. Ну, и потому что у тебя столько подписоты там, это, типа, пиздец люто, потому что... Это просто постмолон, он, кстати, постмолон смотрит. Ну, короче, тебя не бомбит по этому поводу, пофиг. Да нет, мне кажется, реально прикольно. Потому что будет всё равно, естественно, отбор, и кто-то отсеется, не будут поддерживать. Слушай, я тебе честно скажу, во время ковида ещё все залетали, два раза пухнули, там, один чел три раза за предку стерильного сразу баном снесло, то есть, ну, там и очень тяжело ещё сдержаться на платформе. Да-да-да-да. Там надо за пиздецом следить хорошо прям. У тебя бы не получилось. Это правда. Я сто процентов уверена. Ты бы не смогла, думаешь? Я бы не смогла. Я бы сказала, раз в сто. Да нет, я запикаю. А, тогда всё. Потому что Алишер, вот мы с ними давно стримили, где-то за предки стреляет прямо во время стрима. Сид вообще ни с того ни с сего, просто что-то рассказывает, бац, стрельнул, он сам обосрался. Резко стрим выключил, перезапустил, всё. То есть, надо реально следить за... Сейчас... Ой, только милый вопрос. Сейчас тебе 25, я прям целиком его зачитаю, то есть... Это Катя. Я ничего не буду говорить. Сейчас тебе 25, сколько ч*** ты отсосал? Это Катя, блядь. Что там? Сейчас тебе 25, и это вполне... осознанный возраст для того, чтобы подумать о смысле жизни. В чём ты его видишь сейчас, кроме стриминга? Да. Кушать нравится. Ну, вот глобально, честно, про смысл жизни я реально постоянно задумываюсь. Наверное, просто кайфовать от жизни. Славон, сейчас тебе нужно стать петухом-брустером. Ой, фу, я увидела, как на пакаху. Убратительно. Да, это было ужасно. Короче, твоя задача в том, чтобы исключительно криком каждую курочку выгнать из загона. А, так это легко. Тебе на всё про всё даётся минута. Ты готов? Да. Залезай туда аккуратненько, в центр вставай. Время пошло, мы начинаем. Они должны сюда выйти? Да. Руками нельзя? Нет. Первый. А! 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 Пошли отсюда! Петухи! Пошли! Там вообще, негрально ушей нет. Пошел в этот канал! Петух! Там вообще, ты что, они... Я никогда в жизни не его столько беззаразвлечил. Продолжай, продолжай, все хорошо. Пошли! Петушки! Это значит, чтобы ускорить процесс высиживания яичков. Да его щупь. Без шансов ем. Сколько времени? Давай, продолжай. Давай. Это тебе не на стриму. Гребенец. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. 10 секунд. Давай, давай, давай. Ну что вы тут стоите, мудаки? Бегите! Бегите, бегите! Открыться! Ну что вы? Давай, последний! Тут один засел. Прикричи, у тебя почти все... Ну ему вообще... Он за ним лезет, тут его жена, походу, я не знаю, не хочешь бросать ее. Ты там сидит одна. Сидит отсюда! Прямо вышло. Ты готовься к следующей рубрике, можешь все-таки еще с курочками здесь посидеть. Я бы на самом деле тебя попросила их вообще словить обратно, вот. А я пока отойду и... И да, увидимся на следующей рубрике. Давай, пока. Давай, давай, счастливенько. Такие достаточно домашние суки. Здрасте. Добрый день, ваш заказ. О, это как раз все то, что я и хотела. Так, это жизненно необходимо вообще. Спасибо. Спасибо вам. Мои курочки будут довольны. Друзья, делюсь лютейшим лайфхаком. Подписка на Delivery Pro делает доставку абсолютно бесплатной. Из магазинов, ресторанов, аптек и даже зоомагазинов. В любое время суток. А первый месяц можно потестить абсолютно бесплатно. Поэтому делаем лютейший гол. Ну, а я пошла. Ты можешь назвать себя хорошим человеком? Слушай, со стороны виднее. Попробуй, ты скажи, ответ на этот вопрос. Ну, мне нравится, что ты реально честный. То есть, в тебе нет вот этого ***. И мне кажется, что ты не пытаешься казаться. Ну, ты настоящий, вот. То есть, ты можешь быть таким, как бы, иногда резким. Ну, ты настоящий. Мы у Литвина снимались, когда тебя качки приматывали. Когда я обосрался, когда меня как младенца держал. Да, да, да. Мы прикрепим фоточку. Это было наше первое знакомство. Я тогда себя реально чувствовал, как птица киви, сука. Знаешь, самое беззащитное животное. Ну, это был... Это было очень опасно. Я сам обосрался, я честно скажу. Я каждый раз, когда у него снимаюсь, типа, я думаю, что я умру, там, значит, я представляю, как я буду, ну, этот момент, как я упаду, или я отклеюсь. Вот, когда ты ехал, я... Да, ты прикинь, ты падаешь на дорогу. Я даже не могу руками разочтиться. Да, да, да. Не, я просто подумал, знаешь, типа, если это был не ролик, я, конечно, сомневаюсь, что он без ролика такой ***. Тогда я просто прикол. Давайте проверим, да. Да, давай, без проблем, чего бы и нет. Вот. Если это был бы не ролик, то я бы, естественно, отказался. Но так как это ролик, типа, я подумал, ну, насколько бы мне не было страшно. Ну, зато тебе люто зареспектовали в комментариях, сказали, что ты, типа, классный. И вообще, кстати говоря, у тебя есть прикольная фишка. Я смотрю какие-то выпуски с тобой. Ну, потому что там на клик-лаке, где-то ты появляешься. И всегда, какие бы клевые чуваки не приходили, всегда выделяют тебя. Говорят, бустер вытащил выпуск. Бутер с датащил. Это, кстати, очень приятно. Спасибо огромное. Люди из комментариев. Это правда. Меня смотрят, приятно очень. Я думаю, что в этом выпуске будет то же самое. Я напишу, что ты затащил этот выпуск. Не, получится написать, что Настюха крутая. Ну, ты затащил этот выпуск по-любому, уже. Еще бы. Здесь никого, кроме меня, нет. То есть это было бы очень странно, если бы писали все, типа, там, масленько под моим выпуском. Или, типа, PJ Спинерик. Понял, типа. Точи. Не, ну, не факт, что мне напишут, что я затащил, но, по крайней мере, точно не напишут кого-то другого. Либо напишут, что я хуйка вонючий. Либо напишут, что я затащил, но это как, это вот два варианта. Джей Спинерик. Джей Спинерик, топчик. Спасибо, что занес этот выпуск. Реально тебе респект рукопожатия. Считаешь ли ты себя хорошим примером для подрастающего поколения? Да я думаю, нет, я вообще чмо прям. Ты, кстати, вот не переживаешь, что о тебе думают мелкие или родители? Не, я не переживаю, но точно я не хороший пример. Ну, тебе не пишут твои зрители, что, типа, чел, ты нас вдохновляешь, ты такой классный, спасибо, благодаря тебе мы там уволились с работы. Если брать комментарии на Твиче, то мне обычно просто хуйка посылают в чате. Но мне это нравится, я говорю, что мне, типа, если, смотри, если меня посылают, значит, меня любят. То есть я уже такую защиту выработал, что если мне пишут, что я хуйка, значит, меня любят. Да? Да, то есть мне реально будет очень приятно, когда они так пишут. Это как «Зеленая миля», помнишь, когда Эминем зачитал про себя всю мразь, и его оппоненту нечего было на баттле про него зачитать, и он как бы проиграл, он был обезоружен, потому что он сам про себя зачитал рэпчик. Я думал, «Зеленая миля» про тюрьму. Ой. Восьмая миля. Там просто Эминем, понял, начала казнят его. Как вам удается сохранить такие крепкие отношения с Катей? Катя, это твоя девушка. Жесткий куни-лингус. Да. Врываешься люто, да? Ты всего себя отдаешь. Я прям залитаю целиком под флешку, то есть у меня одни лопатки торчат вот так, знаешь, между ног. Ну, как будто я дельфину, знаешь, так трясусь, у меня только, у меня есть отверстие на спине, из которого вода выливается. Бать, сука, муха. Прям чуть не снес ее. Были ли какие-то сложности в отношениях с Катей, и есть ли они по сей день? Слушай, ну, со стороны постоянно пишут, что я как себя веду, то есть, типа... Вот, кстати, да. А ты видела хоть какие-то наши взаимодействия? Да, да, да. Ну, это я так любовь проявляю. То есть я люблю, типа, поугарать, то есть у нас такие, знаешь, типа, ну, брачные игры. То есть, условно, мне нравится на лоб и залазить. Я себе просто заламываю, ну, это, короче, давай лучше тебе это. Да нет, расскажи, это интересно. Ну, просто так ногами, коленочками садишься и прям водишь, как Симбу делаешь, знаешь, вот здесь такой. Ну, Симба. Ну, это какое-то посвящение. Ты смотрела, когда, типа, обезьяна поднимала мышку, ой, эту мышку, тигренка, вот этого Симбы, и сделала вот так Симбу. Ну, вообще, это очень милые признаки любви. Я еще видела на Твиче, как ты, она, по-моему, сказала, что она себя плохо чувствует или заболела. Я такой, зай, зай, давай я тебе за лекарствами скажу, но ты не пытался даже встать с места. Это, знаешь, такой, типа, давай я тебе за лекарствами скажу. Не, я на слабое думал, скажешь, да не, волнуйся себе. Да, 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 это такой, ну, ладно, я могу. А, да, не надо, и короче. Это вообще на меня не похоже, ну, хоть не я был, типа. Не, это был ты, ты, ты. А что я делал в этот момент? Играл. А, это мой стрим был? Да. Не, у меня свой стрим, я х***, это у меня в приоритете мой стрим. Ну, ты такой, да, 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 типа, он привел заботу. Не, на самом деле, я очень заботливый в отношениях. Вопрос к твоей подружке. Рассматриваешь ли ты ее в роли своей жены? Это не, я спросила. Катюха сдала сама, б***ь, от третьего лица. Не рассматриваешь ты эту прекрасную женщину, красивую, в роли своей невесты, б***ь, чисто фиона. Ну, я так далеко не заглядывал. То есть, я тебе честно скажу. То есть, ну, наверное, наверное. Наверное, да. Но я очень боюсь слова «жениться». Вот, кстати, как ты относишься ко всем этим штукам, к бракам? Я очень боюсь этого слова. Почему? Ну, то есть, я реально лучше мне по локоть, пусть в ванну засунут, реально, к лишню, чем... Ну, мне страшно. Я боюсь, знаешь, у меня какой-то патологический страх. Да? Да, я боюсь жениться. Ну, как будто, знаешь, вот, типа, вот, все вроде круто, да, и как будто ничего не нужно делать. Зачем жениться? Это к тебе уже вопрос. Не надо качать на калорий. Я все-таки ответы жду. Ну, у меня ровно такое же к этому отношение. Просто у меня сложилось в моменте. Ну, типа, это такое, знаешь, ежесекундное решение, как будто тебе с человеком круто. И ты не думаешь, надо, не надо. Вот произошел момент... Ну, вообще, так было круто тоже. Да, но и не было такого, что мы такие сели, подумали, так-так-так, пора узаконить наши отношения. А как это было? Это было на моде рождения в Новосибирске. А, ну, это как-то, типа, красиво было. Нет. Ну, я на него обиделась за то, что он меня не поздравил в ноль-ноль-ноль-ноль. А я еще... Мы были в отеле. У Лехи был концерт, по-моему, с 7-го на 8-го. У него была... Ну, и сейчас как бы... Нет, сейчас уже нет такой традиции, потому что мы не вместе. Ну, была традиция, он давал на 8-й марта... Вы же вместе, по-моему, нет? Да мы... Мы все... Мы все всегда... Все всегда рядышком друг с другом. И во сколько он тебя поздравил? Ну, в ноль-ноль-ноль-пятнадцать. Ну, типа, это косяк служит. Ну, слушай, ну, это же девчачьи как бы закидоны. Ну, есть. Ну, он мне сделал предложение вот таким образом. Есть ли у тебя настоящие друзья, которым можешь позвонить в любое время и доверить какой-либо... Крит? Да. Крит? Да. Ну, не то. Есть еще, есть еще человек. Ну, парочку человек. А Катя является твоим другом? Ну, я не подумал в этом вопросе, но вообще в целом, да, является. Можно было как Тарзан водить жезлом по лбу? Вообще, я хотел сказать, чтобы вы были друзьями в отношениях. Ну, можно и так, да, сказать. Да, это важно, кстати говоря. Да, это важно, чтобы вы были друзьями и, типа, и в то же время могли, ну, типа, там, тигли-тигли. Почему очень много блогеров несчастливы? Много кто из окружения твоего непосредственно сидит на антидепрессантах. И тут это твой товарищ спрашивает и цитирует, что ты сам принимаешь их уже большой срок времени. Слушай, мне, сука, интересно. Как ты с этим живешь? Лечащий врач, сука, что ли, лезет? Который мне не может диагноз, сука, поставить. Который диплом в переходе купил. Ну, слушай, антидепрессанты, у меня были депрессии. Типа, как раз-таки, знаешь, такой экзистенциальный кризис, там, непонимание смысла жизни. Как раз-таки очень часто в себе роюсь, люблю вот это и так далее. То есть, панические атаки были, вся вот эта хуйня. И это было прямо на протяжении большого периода времени. И врач сказал, да я хуй, не знаю, как лечить пи-антидепрессанты. Ну, не прям так, конечно. Он сказал, просто пи-антидепрессанты. Потому что это долго очень проходит, там, хронический стресс, туда-сюда, я, ну, закинулся одной таблеточкой. И знаешь, какая-то прям... Благодать. Это сейчас не реклама антидепрессантов, то есть, у меня, ну, это не лучше, чем должно быть. Это просто, точнее, это как должно быть у меня стало. То есть, как у нормального человека. Я не загоняюсь, ничего, то есть. А ты сейчас принимаешь антидепрессанты? Да. Ну, а с ними... Ну, смотри, знаешь, как у меня это условно было? Вот я стою, мою посуду, да, давно, я же давно начал принимать. Я стою, мою посуду и думаю, все, у меня рак, у меня сейчас палец отвалится. А, не... То есть, эти мысли, значит, они навязчивые, значит, тревожные, то есть, и так далее. И я начал пить антидепрессанты, я такой, стою, мою посуду, ни о чем не думаю, и просто могу подумать о том, что какая же тарелка. То есть, это, ну, прям именно в мышлении все меняется. Разобрались ли вы с Никоглаем? Тяжелый вопрос. Ну, нет, нет, наверное. Я разобрался, он нет. Такая история. Ну, вы не пытаетесь как-то уладить, зашлифовать? Слушай, ну, у него там какие-то свои загоны, то есть, в голове, у него такое, ну, чуть-чуть странное мышление. Ты раньше говорил, что пил и пил жестко алкоголь. Да. Есть какие-то истории про этот этап жизни? Слушай, у меня вообще д**й истории. Прям очень много, можно начать рассказывать. Да, вот я еще добавлю, сейчас ты не пьешь. Да. И, да, пять лет, типа, тебе д**й пять лет, ты уже пять лет не пьешь. Я последний раз нажрался, чтобы ты понимал, в 20 лет, перед тем, как у меня язвы появились. Вот, что нужно сделать, как нужно довести в 20 лет, ну, типа, до какого-то состояния? Я как тварь бухал, я каждый день перед школой пил пиво, после школы пил пиво, потом вечером водочку, виски. То есть, я всю х**у жрал фастфуд. Это, типа, каждый день, я так заповел круг. Это каждый день. Я жестко трепил. Что стало, ну, точкой критической? Слушай, ну, вот в последний раз, когда я набухался, я блеванул из окна на кондиционер соседей снизу. То есть, просто там внизу, знаешь, такое фиолетовое пятно какое-то было, е**. Вот, и после этого у меня прям реальные проблемы с животом начались, и я вот больше не пил вообще. Ну, ты не скучаешь, не хочется, там, бокальчик игристов. Я вот ради этого, я думал, сейчас бросить антидепрессанты, чтобы жестко бухнуть, собрать всех людей из моего окружения. Но, е**, знаешь, как, может умереть, как, е** знает. Ну, прям жестко кайфануть. Один раз. Ну, бухать вообще плохо, никогда не пей. Ну, короче, если будешь бухать, приглашай меня, я буду на вписке. Я хочу очень красиво сделать этот день, чтобы он, знаешь, не запомнился. Раз в пять лет просто распечатываться в хор и обратно. В конце гости могут задать мне совершенно любой вопрос, поэтому вот спрашивай меня, че хочешь, я тебе как на духу отвечу. Каким бензином машину заправляю? Сотом. Зачетный досуг. Хеллоу всем моим людям. Peace and love. С вами я, Илья Ровесник. И я расскажу, как выжить на даче, если тебе шестнадцать. Поехали. Соседская собака снова прокусила твой баскетбольный мяч. Полный отстой. Факт, факт, факт. За что ты так со мной? Факт, факт, факт. Брачо, не трать свои нервы. Из этого трабла тоже есть эксид. Возьми обычный пакет, зачерпни им воздух и покажи, на что ты способен. Прикинь, он вообще не падает. Вот это улет. И если воздух кончился, можно набрать еще. На даче его дофига. А самое главное, это просто не может надоесть. А значит, твои выходные будут просто крышесносными. С вами был Илья Ровесник. Правила для того, чтобы их нарушать. Слава, моя любимая рубрика «Человек из прошлого». Да, интересно вообще. Это круто. На самом деле, это моя любимая. Это моя теперь тоже любимая рубрика, потому что всех в прошлом меня просто унижали. У меня должны были клювать куры, собаки, бараны. И ножами мы еще у кого у тебя хотели. Да, и пикачем курами у меня, мужики. Это правда. Можно брать, трогать, смотреть. Здорово, Толян. Да, Толян Лютый. Ну, в общем-то, это у нас что? Что, это простынь? Это простынь. Проперданная жесткость. Все верно, Толиком. Мой сиамский брат-близнец, которого разрезали в три года, и с которым мы вместе пердели, тут как раз две дырочки, такие два джога. Все правильно. Я не знаю. Ну, на что это похоже? Ты можешь развернуть как-то. А, я могу смотреть? Ну, конечно, конечно, ты можешь делать с этим предметом... О, это привидение. Привидение. Да, привидение. В общем, есть какие-то мысли? Пока нет. Пока нет. Типа там, ну, что, мой отец? Привидение. Дачный участок. Окружен лесом. Так я вспомнил, я уже понял, кто это. Кто? Ну, это очень жесткий спойлер. Да? Да, очень жесткий. Ну, подожди. Ну, я уже реально понял. Да? Ну, я сам актер, то есть я не смогу продолжать делать наигранную, знаешь, типа... Ты понял сразу попри за руку? Я понял, кто это, да. Смотри, ну, ты сказал дачный участок. Да, рассказывай. Вот, у меня был друг, вот, мой первый друг, вот, на даче. И мы, короче, решили прикольнуться и на дороге сделать, типа, мы, короче, привидение, чтобы тачки пугать. Это бизнес должен был быть жесткий. Это не бизнес, это просто чисто пранки, знаешь, такие. Это первые пранки, которые даже не снимались. То есть нам не нужны были просмотры, это чисто для души было. Я помню, там машина что-то проехала, по-моему, я не помню. Либо кто-то что-то обосрался, либо кого-то напугали. Что-то какая-то такая х***. Ну, мы, типа, вешали призрака. Что, будет забавно, если это вообще не про него речь, то есть. Может, и такое быть. Мы виделись, мы, ну, где-то пять, наверное. Мне кажется, да. Где-то так. Это Антон. Ну, давай посмотрим, я не знаю. А, человек из прошлого, подойдите, пожалуйста, к нам. Сейчас просто клинок наш дьявол и Мюцифера меня втыкает. Это Антон! Это вообще нечестно, потому что у нас заказали. Я не ожидал, что... Антон, это ты... Я сразу понял. Я скажу сразу сходу, Антон, потому что он нам сказал, говорит, я приготовил очень отдаленные, сложные ассоциации. Это первая штука, по которой он никогда в жизни не вспомнил. Я еще посмотрела. Я сразу понял. Там много всякого прикольного, интересного, но... Дай, дай зачитаю. Давай. Вот это, значит, давай. Бизнес на призраках. Поехали. Это легко светлые джинсы и сымитировать грязные коленки. Расскажи эту историю про морс и про то, что вы... Мы зависали на площадке, сидели. Ну, что-то там, подболтали, все такое. И мама твоя позвала попить тебя компот. Ну, мы пошли туда. И попили, попили. Приходим на площадку, он говорит, там приехали ребята и начали трогать. Да. Я, кстати, с портной истории рассказываю всем. Из-за тебя. Проебираемых человек, которые просто приехали. Да, да, вот это. Нам рассказали, что, типа, мы сидим, короче, подъезжает такси. Просто человек выходит, выходит, им все аплодирует и все. Да. И мы пошли компот попить, вот этот момент. Компот лучше, чем секс, типа. А еще мы узнали, что Антон ел какашки шиншиллы. Я эту хуйню рассказал сегодня. Это тот самый чел, который ел какашки шиншиллы. И предлагал мне... Ты же не сдался? Ты же не сдался, ты не пробовал? Я не помню. Ну, я помню, нет. Да ел. Доел. Не, ну, можешь закусить, че? Не, ну, реально сказал, что как сухарь. Попробуй. Как орешки. Да, может, обняться, сказать что-нибудь, я не знаю, не надо стесняться. Вы же там, типа, друзья, все-таки детство. Это программа «Жди меня». Да. Ну, да. Как будто мы уже начнем. И давайте третий раз. Это уже четвертый? Настя Ивлеева сближает. Так выпьем же бокальчики за полные карманчики. Ура. Мама, спасибо, что нас родили. Это правда. Друзья, это было агент-шоу 3.0. Дачный сезон. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, пальчик вверх. В общем, все ставьте. Везде подписывайтесь. Обязательно оставляйте комментарии, как вам выпуск. Про карманчики актуальны в 2022 году. И не гнобите его за какашки, пожалуйста. Он попросил просто. Кто из нас не ел какашки-шиншиллы в детстве, да? Ты ел какашки-шиншиллы? Нет, конечно, чуть... Факт. Ну, бред. Не врон. В сердце бахнули стрелы, я хочу, чтобы они мимо меня пролетели. В сердце бахнули стрелы, но... В сердце бахнули стрелы, но... Насколько не поменяли буквально. Я смотрю на тебя и жалею, что мы это даже не вспомним. Но в этом даже не спорим. Я снова услышу. Ты холодный снежный принц. Внутри твоей груди красные языки. И отбившись от всех птиц Стрелы летят в меня, я падаю лови В сердце бахнули стрелы Я хочу, чтобы они мимо меня пролетели В сердце бахнули стрелы Но я хочу, чтобы они мимо меня пролетели Позади ночи, впереди опасность Мы с тобой молча летим на красный Ты так хотела увидеть звезды Но я покажу только, как они гаснут за окном И стенд, без переходов и стен Он не играет ни с кем, кидает ни сверху Я не покажу тебе свет, так почему же ты еще здесь? Ты танцуешь как будто одна, но я делаю вид, что умеет быть скромным Мы не скроемся точно, сколько не поменяли бы комната Я смотрю на тебя, я жалею, что мы это даже не вспомним Но в этом даже не спорим, я снова услышу Ты холодный снежный принц Внутри твоей груди красные языки И отбившись от всех птиц Стрелы летят меня, я падаю лови В сердце бахнули стрелы Я хочу, чтобы они мимо меня пролетели В сердце бахнули стрелы Но я хочу, чтобы они мимо меня пролетели В сердце бахнули стрелы Я хочу, чтобы они мимо меня пролетели В сердце бахнули стрелы Я хочу, чтобы они мимо меня пролетели Стрелы летят меня, я хочу, чтобы они мимо меня пролетели